Всем доброго времени суток! Екатерина, как тебя добавить? Так, ждем присоединения Екатерины. Та-дам! Добавил, видно? Да, да, все отлично видно. Сейчас, у меня тут компьютер удачно подставлен, я теперь дома, все тихо, спокойно. Я могу быть в качестве ведущей, может быть, у меня хорошо получится. Итак, все собираемся. Я надеюсь, что все пришли в прошлый раз с моего аккаунта, все перешли, мы все задали вопросы. Я эти вопросы задала себе Таниславу, я вижу, что мои ребята подтягиваются. Я вам честно скажу, что я его заставила просто говорить про крипту, он не работает на крипте. Поэтому сейчас, ребят, максимально, я думаю, внимания, будем его слушать. В этот раз он 100% может уже показывать картинки. Буду слушать даже я, и мы просто все молчим, а потом задаем реальные вопросы те, которые интересуют. Потому что некоторые ребята писали в личку, а сколько зарабатывает Танислав? Вообще, ну вообще мимо кассы, просто честно. Даже по-другому не скажешь. Как всегда. Как всегда. Самое интересное, абсолютно неинтересно вообще, почему ты занимаешься, как ты. Самое интересное, это залезть к чужому в карман. Все. Самое интересное, что ничего эта информация никогда не дает. У меня, я сейчас офф-топ такой немного расскажу. Когда-то я была на курсах чисто ради интереса. Это когда был только взрыв крипты. Один украинский трейдер решил сделать свои курсы. Короче, стоили они 500 долларов. Это было на хайпе. Стоили они 500 долларов. Я прошла просто ради праздного интереса. Потому что мне тогда меня хотели убедить, что рынок криптовалюты тогда это абсолютно другой рынок. И, кстати, Богдан тоже знает эти курсы. Я вижу, что он уже мне класс поставил. Я не могу ничего сказать против. Но это курсы. Там участвовали пять человек из Украины. И они просто рассказали краткое содержание книги Мёрфи. Вот Джон Мёрфи именно, который рассказывает в своей книге все аспекты, но торговать никто не может научиться по этой книге. Там примерно то же самое. Вот и мы сиди. Вот здесь пересекает, здесь покупайте. Вот здесь пересекает, здесь продается. И потом, короче, сам он выступал, якобы такой супер, такой, ну, как бы трейдер уже со стажем. У него там 10 лет опыта. И, значит, он торгует чисто фигурой технического анализа. Тут, значит, треугольник у нас, тут у нас голова и плечи. И он тоже говорит, что, ну, я вот торгую, маржинальную торговлю никому не советую. Я такой весь обеспеченный парень. И где-то через год только я узнала, что ему 21 год. И, короче, думаю, вот это, конечно, развод полнейший. И он рассказывал, что зарабатывает он очень много. А по факту не научил ничему. Поэтому как-то главное, давайте набираться сегодня знаний. Вот у нас уже люди подтягиваются. Станислав, ты тебя слушаешь. Много таких личностей, да, около рынка. Есть даже отдельная категория, которую можно выводить, около рыночника, который именно учит, только учит. Что касается сегодня, да, я крипту покажу, а заодно покажу вам и акции. Посмотрим в сравнении просто. Ну, начнем, наверное, с самого простого. Точнее, самого, наверное, сложного. Это то, о чем я вчера говорил. Это схема дистрибьюции Вайкова, а именно распределения. Есть обратная картинка, именно схема аккумуляции. Вот. Сегодня, так как у нас крипта растет, и то, что я буду показывать, тоже будет расти, мы рассмотрим именно больше аккумуляцию. Кстати, сразу отвечу на вопросы по литературе. По Вайкову я могу предоставить без проблем. Мне в личку просто напишите, вот, в портфолио-адвайзер, и я скину. Мне тоже. Без проблем. Вайков выделяет пять ключевых фигур, пять, точнее, фаз. А, Б, С, Д и Е. Видите, как фаза А. Я, возможно, закрываю просто С, Д и Е. Но смысл следующий. Фаза А – снижение. Фаза Б – непосредственно наибольшая аккумуляция. С – предокончание аккумуляции. Д и Е – это уже, по сути, начало роста и рост. То есть, все достаточно просто. Как видите, по Вайкову и по ВСА есть часть совпадений, такие точки, как спринт, в частности, но не только. Все точки у Вайкова расписаны. Это, кстати, называется ничем иным, как шаблоном. По шаблону торговать не рекомендую, но ключевые точки, понятие именно формирования позиции крупного игрока, а также как себя вести, вполне можно. Что касается здесь точек входа. Самые лучшие точки входа по Вайкову – это, во-первых, спринт. Во-вторых, это ЛПС. ЛПС – last point support. То есть, последняя точка поддержки. И сегодня мы ее посмотрим. Непосредственно на крипте и не только на крипте. Что касается вообще движения по Вайкову, на самом деле все выглядит примерно так. То есть, аккумуляция, рост, дистрибьюция, снижение. Ну, то, что вчера спрашивали про волны. В принципе, вот они и есть. Единственное, что аккумуляция, конечно же, может идти... Точнее, так, аккумуляция, дистрибьюция. А вот на рынке снижения и рынке роста может идти... Здесь вот показаны такие... Это реаккумуляция, редистрибьюция. То есть, где крупный игрок может дозаходить, которыми точками вы можете пользоваться. Постараемся их сегодня тоже найти. А я вам в этом помогу. Это что касается конкретных точек входа и выхода, которые спрашивали в комментариях. Угу. Так. Касается... Так. Мы сейчас куда-то накрутим сюда. Угу. Рассмотрим непосредственно... Начнем с крипты. Воспользуюсь скрином. Я, кстати, надеюсь, не особо закрываю. Ну, ты закрываешь как раз-таки тот рост, и мне, если честно, кажется, что ты его идеально закрываешь просто, потому что мы его как раз и рассмотрим, почему он случился. Поэтому закрываешь ты его идеально. А, кстати, я могу как-нибудь себе перенести? Не, не могу. Попробуй, может быть, нет? Нет, не получается. Но мы рассмотрим эти графики более крупного масштаба, поэтому без проблем. Но обратите внимание, это как раз вот хороший скрин в плане того, о том, о чем мы говорили вчера. То есть это зона. То есть зона интереса, рисков покупателей, продавцов. То есть здесь они обозначены достаточно четко. Поэтому не надо, возвращаясь к вчерашнему, позавчерашней, точнее, теме, не надо искать экстремы, объемы, тела и так далее. Для внутри спекулятивной записи торговли это хорошо, внутридневной. То есть да, по тому же Белли, Белли Февер и Майкл, который один хороший трейд написал, есть четыре ключевых точки для внутридневной торговли. Давайте вот без спойлерства, только потому что я ее как раз сейчас читаю. Понял, понял. Тогда не будем. Он, кстати, как раз хорошо описывает, какие, что разные трейдеры используют разные методы торговли. То есть не надо копировать и пытаться поймать все. Найдите свое и вы будете зарабатывать. Что касается теперь крипты. Так, сейчас, у меня там просто очень много скринов. Так, да, вот. Это тот же самый график. Но хочу обратить ваше внимание на точки первая, вторая и третья. То есть можно предположить, у нас на истории, как всегда, лучше видно, что у нас прошла аккумуляция. Но как раз на истории тренироваться и надо. Давайте я увеличу масштаб. Но они в том же самом порядке. То есть сверху вниз, первая, вторая, третья. Помните, позавчера я рассказывал о том, что объемы, появляющиеся на рынке, не обязательно свидетельствуют, а точнее, как правило, свидетельствуют, наоборот, о окончании, близком окончании тренда. Как раз в точке первой, откуда идет самая верхняя линия, вы можете четко увидеть, что свечка уже небольшая по сравнению с предыдущей. Объемы только выросли дополнительно. Это дневные графики. То есть можно сделать вывод, что тренд подходит к завершению. И так или иначе, он завершился. Но, опять же, это не значит, что это точно точка разворота. То, как я и говорил позавчера, это хорошая точка для прикрытия части позиции. Но лучше часть оставить, потому что рынок быстро не разворачивается. В принципе, здесь это хорошо видно, хотя также отлично видно, что до этого объемы были крайне дохлые. Они появились только на снижении и после снижения. Дальше идет точка 2, ее хуже видно, то есть где уже появляются боковые такие свечки, идут в тренде. Это в первом овале самая правая точка. Объемы как бы снова увеличиваются именно на зеленой свечке, что говорит, опять же, о том, что тренд точно близок к завершению. То есть, напоминаю, Вайков не говорит вам, что здесь супер, здесь плохо, здесь вы точно заработаете, здесь вы точно проиграете. Нет. Он говорит, что где хорошо, где плохо, степень риска вы регулируете уже сами. То есть, это не железобетонное правило, где вот там входить по 110, по 120 и все. Нет. Здесь вы должны включать свои мозги и подставить под себя эту стратегию. То есть, кто-то будет досиживать до конца тренда, кто-то будет ждать разворота, кто-то будет на развороте крыться. Особенно это актуально для тех, кто у кого подтягивающиеся стопы. У кого-то будут как раз крыться там, где появляются объемы, направленные явно покупателям. У Вайкова эта позиция... Теперь мы на него перепрыгнем. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Ладно, давайте посмотрим пока. Это Сбербанк, который я показываю во время марафона. Я, кстати, тоже часто Сбербанк показываю. И именно учу на Сбербанке, ребят, потому что мне кажется, он шикарен в плане обучения. Мне хочется лично руку пожать тем, кто акциями тебе торгует. Обратите внимание, что вот как раз произошло гэп, вхождение в данный овал. Овал, кстати, это просто не фигура, это просто я выделил так. Появились объемы, появились объемы на уменьшающихся опять свечках, после чего рынок остановился. Точнее, Сбербанк в данном случае остановился. То есть ситуация в этом плане уже схожа. Посмотрим, что это у Вайкова. У Вайкова можно предположить, что это не что иное, как ПС у нас Primary Support War. Вспомнил. Primary Support, то есть, кто не знает английского, это, по сути, первая поддержка. Она как раз характерна тем, что возникают именно объемы, направленные против движения, но вы понимаете, что они направлены против движения, потому что объемы резко увеличились, а свечки, как правило, уменьшаются. Или уж точно не увеличиваются. Как раз то, что было на Сбербанке, то, что произошло на крипте. Непосредственно про торговку. То есть, Вайков рекомендует в фазе B не торговать. Основную позицию, так как мы спекулянты, мы не крупные игроки, у нас есть возможность быстро войти, быстро выйти, искать точки входа как раз на фазе C, D и E. А что касается крипты, давайте посмотрим про крипту. Так, сейчас, у меня просто не совсем рядом образовались. Ага, я там закрою. Ну ладно, давайте посмотрим. Да, закрываю. Давайте тогда немножко другой график тоже не получится. Сюда тоже закрываю. А если мы, так, как лучше сделать? Если мы на время просто уберем меня, и тогда график сместится вниз, что ты думаешь? А давайте лучше сделаем по-другому. Вы потом, интересующий, зайдите на график крипты с сайта tradingview.com и вы все это увидите, потому что я с масштабом не игрался. Смысль следующий, что там возникает небольшая боковая проторговка, немножко направленная вверх. У Вайкова есть подобная ситуация. Правда, я это тоже прикрываю. Называется Last Point Support, LPS, как раз и SOS. SOS это не что иное, как сигнал, демонстрация силы покупателями. Как они выражаются? SOS выражается с помощью объемов, рост объемов, рост свечек. LPS, жесткое уменьшение объемов, как правило, и жесткое уменьшение свечек. Ну, как минимум точное уменьшение свечек. Это хорошо видно, то есть вы найдете эти точки на самом деле без проблем. Так, где был? А, ну в принципе здесь видно немножко, в принципе немножко видно. Как раз первый участок, то есть объемов толком нет, то есть надо понимать, что шаблон это шаблон, рынок немножко живой. Он немножко может меняться. Но вы должны увидеть, что объемы вот чуть-чуть правее красных свечек резко уменьшаются, после чего свечки превращаются в то, что называется доджины. То есть тени, ну относительно, да не, не относительно, они тоже маленькие. Тела свечек маленькие, тени маленькие. Причем, повторюсь, если я говорил, бары, свечки без разницы. То есть вы это увидите в любом случае. То есть вот они хорошие точки для входа. А я, по-моему, не могу себе переместить. А он не может переместить себе влево. Да, я бы с радостью. Я бы и графику подвинул, но тоже не могу. Так, а мы поменяться местами как-нибудь не можем, да? Нет, только если я на время отключусь, потом, подожди, потом ты меня подключишь. Так что, да, я график не смогу все равно показывать. Но, то есть обратите внимание, да, вы, возможно, пропустили самый первый скачок, который произошел на больших объемах. Там гэпы, это посередине графика, которая видна. Вполне возможно, вы его пропустили. Торговля логика, это не то, что вы 100% никогда не будете выпускать рынок. Будете. Всегда было и всегда будет. Что вы какие-то бумаги будете выпускать, какие-то сигналы будете выпускать. Это нормально. Вы должны просто увидеть точку входа. И вот здесь как раз одна из точек входа, это LPS. Вот что говорит Майков про LPS, если бы я не закрывал. То есть, как раз это неплохие точки. Я бы сразу себе перенестил бы, если бы это было бы в онлайн. Ну, вам главное понять логику. То есть, у меня нет задачи вас сейчас полностью обучить. За час Лайкову не обучить. Повторюсь, книжки и то, что откуда-то я все беру, вы можете запросить у меня. То есть, я без проблем вам предоставлю. Что касается скрингов, конечно, уже, наверное, не предоставлю. Но смысл в том, что моя задача вас заинтересовать. Сказать, что рынок предсказуем. Рынок подчиняется законам логики. И вы можете ее использовать для торговли. Причем, неважно в каких инструментах. Потому что давайте я вам пока попробую показать Сбербанк. Это как раз опять то. Сбербанк тут тоже, к сожалению, плохо видно. Но кто видел мой прямой эфир во время марафона, он все это видел. То есть, эти картинки все оттуда же. По крайней мере, что касается Сбербанка. То есть, там тоже есть возрастающий объем. Вот они как раз право показаны. И там останавливается график. Это вполне возможно то, что сейчас ожидает биткоин. Но, что нужно понимать, это не сигнал к продаже ни в коем случае. В одном из вариантов вы можете прикрыть свою часть позиций. Но в шарты закатить рано. По крайней мере, по Вайкову и логично объяснить. Это просто, вот опять же, рассмотрим ту же самую ситуацию и у нас снижение. Да, появляются даже зеленые свечки. Вот то, что самое единичное обозначено. но это не значит, что тренд взял и сразу переломился. Совсем нет. У Сбербанка было так. То есть, там буквально еще процент наверное 5 подрос, может быть меньше и тренд переломился. Опять, тоже не сразу. Ситуация зеркальная, то есть, что касается аккумуляции дистрибьюции, если вы посмотрите, я, наверное, правда, опять закрою часть графика, но эти же точки есть и здесь. Да, я их закрываю. Вот 15-я точка, если видно, то там и кростел. То есть, это как же не видно, да? То есть, смысл в том, что, в принципе, это все зеркально. Обратите внимание, что у Вайкова, опять же, нет уровней четких, проведенных чисто по линии. У него есть зоны, у него есть так называемый лед. Лед, вот эта вот гибкая линия, она строится совершенно вручную, то есть, это не индикатор. Она служит, опять же, больше для ориентирования именно для вас, а не как иначе. То есть, когда вам говорят, что вот линию надо проводить по хаем или там по экстремумам, это совершенно не так. Так, что касается, ну да, не видно. Давайте так, давайте все-таки попробуем меня отключить, хотя бы попробуем это сделать и вдруг это поможет и все будут, я просто буду здесь в любом случае наблюдать и потом закончим, мы попробуем. Я нажму тут крестик и попробуем еще раз продублировать картинки. Без проблем. Так, ну, теперь вы должны видеть. То есть, вы видите как раз то, что сейчас происходит справа на экране, то есть, скрины сделали там час назад. Зона 1, как раз то, что я говорил и вам прочитайте, там тоже не будет этого. По-моему, не будет. Вы должны сами понимать, что если бы здесь был продавец, он бы продавить. Если бы продавец вступил в конфликт с покупателем, я имею в виду сейчас крупных игроков, здесь был бы рост объемов. Здесь нет ничего. О чем это говорит? О том, что продавец не готов здесь продавать, а покупатель пока всем доволен. Вот и все. То есть, соответственно, скорее всего тренд сохранится, потому что если продавец был заинтересован в продажах, он бы продавал. Ну, логично, да? Зачем он бы ждал? Но, что мы видим в зоне 2? Мы как раз видим рост. Мы видим рост с ростом объемов. Причем рост объемов в принципе здесь не совсем понятно, как направлен. По крайней мере, вот у левой части. У средней части можно четко сказать, что объемы уже направлены в том числе и вниз. То есть, здесь кто-то начинает фиксироваться. Почему? Потому что мы видим, что в зоне 1 и сразу после зоны 1 рост даже с меньшими объемами, чем проходит сейчас на хаях. Соответственно, свечки небольшие, объемы есть. Пусть уменьшенные. О чем это говорит? О том, что кто-то о кого-то начинает крыться. В СМИ сейчас в Фейсбук и не только в Фейсбук полно тем, что вот биткоин там 8 тысяч, ура, вперед. Сейчас нет, я только с Екатериной буду вдвоем. Тут просто в запрос зашел. Соответственно, что здесь стоит? Продавать здесь не имеет смысла. Вы пока совершенно не знаете, кто будет победителем в этой битве. Ну, надеюсь, вы не знаете. Потому что и мне точно непонятно. Вполне возможно, что покупатель будет давить и дальше. Особенно в случае того, что речь прошла 100 за 10 тысяч, но будем идти, кто-то говорит, и выше. Не суть важна. Важно о том, что никто не знает, что сейчас произойдет. Поэтому один из вариантов закрытия части позиций. Ни в коем случае, повторюсь, не открывать позиции, а именно часть прикрыть. Один из вариантов возможного развития событий, сейчас я вам покажу как раз Сбербанк. то есть вот что происходило в Сбербанках. В правой части два обала. У нас есть повышенные объемы относительно средних и они уже проходят по сути по хаям. Тогда никто не знал, что это будет хаи. То есть на биткоине сейчас может произойти то же самое. Соответственно вы видите, что здесь начинает кто-то крыться и там вы видите, что кто-то начинает крыться. То есть в этом как раз работает ли Вайков на крипте работает. То есть это хорошо видно. Сбербанк здесь тоже мог пойти выше. Никто не знал, то есть можно было часть прикрыть. Надеюсь это все видно. То есть Сбербанк потом спустился, потом чуть-чуть поднялся, потом снова сейчас спускается. Вот что такое Вайков. То есть Вайков заставляет вас думать, кто сейчас на рынке, может ли вы определить победителя. Понятное дело, что в проторговке вот здесь или там у Биткоина то же самое внизу. Так, это тот же самый Сбербанк. Это возможно еще я вам покажу. То есть или здесь то, что было после тройки. То есть когда рынок вшел в рейнджа несколько месяцев. Да, там несколько месяцев идет в рейнджа. То есть вы не знаете, кто здесь будет победителем. Когда он выйдет. Зайдете раньше, вас может выбить по стопам. Как раз у Вайкова тоже это все описано. Напомню, что это было сделано сто лет назад. А, почему, ну давайте сейчас покажу эту точку, почему не стоит раньше времени запрыгивать. Есть точка сприн. Она как раз характеризуется тем, что здесь, ну один мой трейдер любил знакомых говорить, и в принципе я с ним абсолютно согласен, что это точка высыпки пассажиров. Кто такие пассажиры? Это тот, кто уже раньше времени запрыгнул в лонг в данном случае. На этой зоне как раз у Екатерины она очень хорошо обозначена, точнее, не она обозначена, а в принципе такие же зоны проведены. То есть она просто будет ниже располагаться. То есть несколько уровней. Можете сами потренироваться, попроводить. там будут находиться стопы или стопы, не суть важна. И как раз задача крупного покупателя, одна из возможных задач, не обязательно, это выбить эти стопы. Что происходит при выбивании стопов? Начинаются продажи. Надеюсь, это все понимают. То есть начинаются продажи и это отличная возможность для покупателя, крупного покупателя, в последний раз набрать свою позицию. Потому что начинается паническая продажа, начинаются срабатывать технические стоп-лоссы, у кого стоят лимитики, там, не важно, отложные, неотложные. Срабатывает стоп-лосс, он просто в последний раз затаривается и рынок устремляется вверх. Наверняка очень часто слышали, особенно от начинающих, что стоит меня там вышибиться по стопам, рынок идет в мою сторону, точнее. То есть сначала идет против, потом сразу мое. Но это в принципе как раз ситуация и есть. Поэтому не надо стараться поймать минимум, максимум. Да, с помощью ленты и внутридневной стратегии торговли это реально. Но вам потребуется освоить ленту. Это уже потребует работы именно очень жесткой. То есть там надо будет все следить, все отслеживать. Это достаточно адская работа. Но как раз у Белла она в принципе описана. Белл Фиори в книжке один хороший трейд. Повторюсь. Что мы видим здесь? Мы здесь видим, как я и говорю, что здесь спринга не было. У вас есть возможность зайти в точечки один. Почему? Потому что вы видите, что продавца нет. Как раз возвращаясь к вопросу. Если бы здесь был продавец, он бы постарался продавить. Он бы постарался вернуть в диапазон. Почему? Опять же вы очень часто слышали, что вот рынок мог выбить по стопам и вернуться в диапазон. Но очень многие, точнее не очень многие, есть так называемая пробивная стратегия. То есть когда торговля ведется от пробоя уровней. Что в принципе и произошло. Если по классике посмотреть, мы увидим, что он там чуть-чуть коснулся. Тут по-моему как раз Екатерина очень хорошо обозначено это все. да. Ну не совсем. Ну не суть важна. Это я ошибся, то есть он немножко не вернулся. Могли вернуть рынок, но для этого им пришлось бороться с теми покупателями, с теми быками, которые бы начали торговать вверх. Плюс ко всему мы видим, что покупатель так сейчас найду этот график. Так это у нас Сбербанк снова. Ну в принципе Сбербанк видит та же самая ситуация. есть здесь сразу же второй слева овальчик, после него идет снижение, объем снова снижается, объем уменьшается, свечки уменьшаются. она Last Point Support, то есть та точка, которая рекомендовалась еще сто лет назад для торговли. Это что касается именно входа. То есть здесь оно то же самое в зоне 1, в овале номер 1. Поэтому мы можем сделать вывод, что во-первых здесь не начинает крыться, потому что мы точно знаем, что уже прошел тренд вверх, значит есть покупатель, всегда есть покупатели, которые будут запрыгивать в паровоз, пока их не раздавят. Здесь та же самая ситуация, то есть мы не видим покупателей, мы не видим продавцов, рынок остановился, по сути. По факту он не остановился, если бы опять повторюсь, он останавливался, появились бы объемы, то есть кто-то бы начал крыться. Тогда рынок бы либо развернулся, либо как минимум появились объемы. здесь мы не видим ни объемов, ни движения. Last Point, то есть давайте я вам сразу покажу цитатку. Видите, сто лет назад откаты поддержки, которая была с сопротивлением, но там не обязательно, там давайте вам потом вернуть с графиком, на уменьшение спреда, то есть это как раз и есть размер по сути свечек и объемом после. После Source тут немножко неправильный перенос. После Source это хорошее место для открытия длинных позиций и добавления прибыли. Но это просто относится именно к схеме, которую я вам показывал первым. Повторюсь, это было сто лет назад, и это будет актуально, потому что крупным игрокам по-другому невозможно торговать. Здесь вы сейчас хорошо должны видеть ЛПСы. То есть у нас здесь номер 11 ЛПС и номер 13 ЛПС. 11 на уровне поддержки, которая была раньше сопротивлением по сути либо зона интереса быков, либо зона риска для мегведей. То есть там, где мегведи ставят сопы. И 13 точка ЛПС. То есть это не обязательно будет именно возврат на канал. Совершенно необязательно. То есть вы должны подключить свою логику и постараться объяснить для себя, что же там происходит. Почему возникает именно эта зона, почему вдруг пропадают объемы, вдруг останавливаются свечки, напомню, это все дневные графики. То есть можно здесь воспользоваться, где поставить стопы. Стопы с большой свечкой, которая с большими объемами. То есть ниже этого уровня. Раньше, кстати, входить я бы не рекомендовал. Да, иногда рынок идет безоткат наверх, такое бывает. Ничего страшного, рынок всегда даст дополнительные возможности. Гоняться не надо. Видите возможность, заходите. Не видите, не заходите. Накручивать, надумывать там не следует. То есть здесь, то второй тылочке, повторюсь, будет ошибка, если вы наоборот захотите зайти в шорт. Рано. Потому что пока непонятно. Да, на Забербанке это стало разворотным. Здесь не обязательно станет разворотным. Это возможно та же самая ситуация, что здесь была на снижении. То есть когда появились большие объемы, свечки даже стали уменьшаться. И это да, это признак того, что тренд ослабевает. Но это не значит, что он точно сейчас прекратится. Точно прекратится больше как раз в третьей точке. Как вы можете обратить внимание, опять же, уменьшение объемов по сравнению с движением вниз, уменьшение движения свечек. Давайте просто порассуждаем по логике. Что было бы, если бы здесь был продавец, который бы давил дальше рынок вниз? Ну, как минимум, свечки увеличивались. Ну, по крайней мере, не были бы такие маленькие. Логично. Да, прямой эфир постараюсь сохранить. То есть, если здесь покупатель, ну, вот здесь на третьей зоне сложно сказать, потому что уже как бы движение заканчивалось, его зато хорошо видно в первой. То есть, вы видите, ага, покупатель начал заходить в первой зоне, покупатель, скажем так, не стал давить в третьей зоне. Кстати, он потом начал давить, и вы видите, рост объемов с ростом рынка. Все, это, кстати, отличный момент для того, чтобы там провести зону как раз интереса покупателя. По факту, вот это вот от третьей, от там, где появились первые объемы, до вот этого значения и есть там, где будет аккумуляция. То есть, пока третья точка зоны не определилась, то есть, там, где рынок отскочил на повышение объемов, вы не поймете, что здесь точно покупатель все. Он обозначил себя. В акциях вы еще можете увидеть на этих уровнях, на третьей зоне под ними, например, айсберги. Тут дневки, но на самом деле безразнен такие таймфреймы, то есть, на 5 минутах такие же каналы сформируются, они просто более резвые. Соответственно, как следствие, вы видите эти зоны, вы можете в принципе попробовать торговать спекулятивно внутри этого канала, но я так никогда не делал, не знаю, наверняка есть люди, которые определяют две точки и начинают торговать. Я, по-моему, пару раз торговал, но не мое. То есть, да, прибыльно, потому что, понятно, что он опять же не так быстро выйдет из канала, но по факту не надо. То есть, все-таки есть риски. Так, и мы видим, что в принципе как раз третья точка 1 здесь и послужил вот этим выпрыгиванием на большом объеме. То есть, многие могли сказать, что он выпрыгнул из канала. В принципе, да. Но канал можно было провести более широко, то есть до уровня 1. Опять же, это не значит, что кто-то другой ошибся. Нет. У него может быть другое объяснение, именно более спекулятивное, без проблем. Соответственно, где здесь будет точка входа? Опять же, повторюсь, отличная точка входа как раз становится точка 1, потому что мы не видим фиксации прибыли, мы знаем, что покупатель был еще там 3-4 месяца назад и он никуда не делался, потому что если бы он начал распродавать, опять же, рынок бы дальше просел с такими объемами, а мы видим, что на протяжении всего движения таких объемов больше нигде, по сути, то и не было, таких как в зоне 1, в зоне 3. Соответственно, мы можем сделать вывод, что да, это аккумуляция и искать точку входа. Да, ее пришлось ждать 3 месяца, согласен, но это, по-моему, дневные таймфреймы. На более коротких таймфреймах есть такие же моменты, где просто фигурируют более мелкие крупные игроки, но они все равно крупные для своих таймфреймов. да, у них тоже доходности выше, они тоже зарабатывают за счет того, что разводят мелких игроков, но на меньшем таймфреймах то есть можете использовать данную стратегию. Что касается фаза А, это как раз расшифровка ее. Ну, в принципе, я и так все уже рассказал. А, предварительные поддержки. PS1. Ну, да, не суть важна. Я как раз предпочитал, кстати, торговать кульминацией. Кульминацией, если мы сейчас вернемся, единственное, что я всегда предпочитал торговать на стороне медведей. То есть я сюда предпочитал снижение. Но это не значит, что я не торговал в лонг. Нет. Кстати, сейчас, пацан, только в лонг. Здесь она тоже есть. Только здесь, соответственно, как это будет называется? Подумайте пять секунд. Ну, надеюсь, догадались. Кульминация покупателей, то есть это BC. Как раз эти точки я предпочитал торговать и плюс-минус еще правее. То есть возврат и проторговки вниз. Но не считая самих пробоев, выходов из аккумуляции и дистрибьюции. Но я думаю, что кульминация не имеет смысла показывать. Хотя, давайте покажу. То есть это примерно выглядит так. То есть эту фигурку вы можете увидеть и на пятиминутках, и на минутках, и на четвериках, и на дневках без проблем. Это как раз кульминация, которой я предпочитал торговать. Это к вопросам позавчерашнего эфира, когда спросили, что мне больше всего нравилось. Мне нравилось торговать такое. Здесь, опять же, есть особые характеристики, которые вы можете выявить самостоятельно, а в лайки только подтвердить, скажем так, свои мысли. Как раз эту фигуру я расшифровал изначально, когда меня пригласили и сказали, что это же на самом деле Вайков. То есть, я до этого не знал про Вайкова ничего, пока не стал выкладывать подобные картинки с расшифровкой. И меня не заметили ребята, которые этим Вайковом и БСАем пользуются активно, пользовались, и мне рассказали, что я ничего не открыл, то есть, на самом деле, это все 100 лет назад расписано подробно именно у Вайкова. Вот. То есть, я здесь предпочитал торговать пробой медианы, как раз то, что произошло на Сбербанке, это то, что я как раз обещал, что будет переключаться между криптой и Сбербанком. То есть, здесь вы эту кульминацию как раз можете увидеть справа, то есть, у нас есть левая вершина, правая вершина и пробой. Это к вопросу, почему я предпочитал торговать шахты именно спекулятивных, большой таймфрейм, но и повторить в кульминах будет то же самое. То есть, движения на снижение обычно такие достаточно четкие и красивые, то есть, быстрые. Но по факту у Вайкова есть различные схемы, объясняющие то, что классические, причем слева, сверху вы можете увидеть ту же самую дистрибуцию, то есть, распродажу. Здесь есть объяснение двойной вершины, ну и остальное даем это так. Только тут возникает момент, что вам не нужно запоминать треугольники, флаги, вам нужно понять логику рынка и будет все хорошо. Напомню, что книжки, пожалуйста, я предоставлю без проблем, именно по Вайкову. По ВСА не предоставлю, потому что мало они у меня есть, но я их только уже не читал, потому что, да, я посмотрел, там практически то же самое и не стал копаться. Возвращаясь к вопросу про креетические нолики, для чего креетические нолики используются, я не знаю, к чему упоминалось позавчера во время прямого эфира, но у Вайкова объясняется очень просто, у вас есть, ну давайте даже не здесь, давайте возьмем ту же самую крипту, так, это не та крипта, потом посмотрим на Сбербанке без проблем, то есть у вас должна быть опять же логика, и Вайков ее очень легко объясняет, чем дольше длится тренд, тем более серьезный игрок заходит в рынок, тем скорее всего более большим движением будет, чем выше вот эта вот зона, где он аккумулирует, соответственно где-то от точки 1 до точки 3, тем опять же будет больше движения по одной простой причине, ну не имеет смысла ему начинать набирать на единицы, чтобы на тройке закончить и вывести рынок потом на 2% вверх, даже от единицы, ну просто смысла в этом нет, он там только на комиссиях больше потеряет, к тому же он понимает, что он манипулирует, то есть там сидят ребята, как правило на зарплате, если мы говорим про крупные фонды, да и просто так как-то это не по приколу там делать. Соответственно мы можем сделать вывод, что чем дольше длится тренд, чем больше колебания, тем больше движения будет вверх, именно в размерах. И Вайкф использовал именно этот подход для прогнозирования потенциала движения. Я это все просто смоделировал именно в портфеле, и портфель я веду как раз по крестикам который вы сейчас видите. Вы сейчас видите свежий график по Ростелеком дневной. То есть давайте даже не так, я вам Сбербанк покажу лучше. Так, это Газпром сегодняшний график. Вот, это тоже скрин из прямого эфира. То есть вот она, эта проторговка. Повторюсь, она выглядела вот так вот на обычном графике. То есть от первого и второго овала. По факту она на дневках выглядела вот так. У вас возникает вопрос, наверное, как торговать. В принципе, то же самое. Нефть не подготовил. Надо было спрашивать заранее, то, что в анонсе выкладывалось. К сожалению, тут нет возможности играть. Но по крестикам будет бесплатный вебинар, если после марафона анонсировал. то есть, в профиль можете посмотреть. И здесь как раз, как видите, на верхней границе это ток, я использую Take Profit, и там половина позиции закрылась. Что касается подтягивания стоп-лоссов, и как раз в принципе это тоже возможно делать. Пум-прум. Так, сейчас. Так, где я? Просто это как раз то, что я показывал на марафоне. А вот так это выглядит сейчас. То есть, здесь у вас стоп-лосс уже по идее должен был перенестись наверх, и у меня так произошло, потому что я закрыл только половину позиции под ноликом. Но это, опять же, колебания вверх-вниз рассчитываются. То есть, это работает именно так. Работает ли в 50% в случаях, да. Но фишка в том, что у вас при выборе инструментов, которые потенциальный профит один к трем, к убытку потенциальному, у вас получается зарабатывает. Да, доходность существенно меньше, чем у спекуляции. Но, во-первых, можно намного больше средств использовать, а во-вторых, намного больше движений, потому что здесь было, не знаю, процентов 15, а бывало и по 30-50% ловилось без проблем. Тот же самый Ростелеком у меня уже без убытки. Это, да, обычка. И, наверное, многие слышали вчера про Газпром или там позавчера. Это график Газпрома на вчерашнее закрытие. Это дневки, то есть, это закрытие вчерашнего. То есть, вот он, сигнал был, по-моему, 4 мая. Да, там биржа еще работала. И 10-14 мая можно было еще дозайти. Все, цель выполнилась. То есть, вот так это работает. мы видим, что было большое колебание, которое, по факту, было без сигналов. После чего был сигнал в лонг. И данная стратегия давала возможность войти. Повторюсь, я не люблю голубые фишки, я не входил. То есть, можно было. Это из наших обзоров, скажем так. и возвращаясь к биткоину. Здесь у меня кредитиков ноликов не подготовлено, потому что мне, как в онлайне, они строятся, крайне не нравятся. Они там делаются очень кривенько. Но вы можете так оценить, сейчас я найду этот график. Вот он. То есть, что тренд был несколько месяцев боковые кримины. колебания было, если считать от единицы до нижней границы. Но я там не помню сколько процентов. это я себя приближаю. Да, здесь тоже не видно. Ну, это у меня Екатерина лучше подскажет. То есть, там движение было тоже немаленькое. И, что касается текущего состояния рынка, это у нас вот это вот. Можно сказать, что в принципе возможно уже даже отыгралось. Но повторюсь, это потенциальные цели. То есть, это не значит, что все рынок там дойдет, точно развернется. Или точно даже дойдет до этих. Это именно служит для оценки риска вхождения в позицию. Не больше и не меньше. То есть, данные методологии крестик только вам показывают, где ставить стопы, где ставить потенциальные цели. Что касается именно Вайкова, повторюсь, так как здесь объемы по-прежнему достаточно высокие, по сравнению даже с левой частью экрана скрина, который вы видите до выхода из проторговки. Объемы достаточно высокие, пусть немножко снижаются, хотя в сегодняшний день еще не закрылся, разумеется. При этом тени, точнее даже не тени, а сами тела и самые свечки очень небольшие, что говорит о частичном закрытии позиций как минимум. повторюсь, это не сигнал для шорта, это хороший сигнал для закрытия части позиций, по крайней мере, я так делал и по возможности делаю. В той же самую Сбербанк, да, я торговал, как раз к вопросу, если бы возникал торгую или я до сих пор спекулятивно, да, торгую. То есть здесь я не торговал в портфеле, у меня есть спекулятивная часть счета, здесь был шорт, как раз на пробой медиан, но я не ждал, пока там будет разворот, то есть я даже, это было, по-моему, пятница, я просто закрылся, то есть вот где-то на том уровне, который вы сейчас видите на экране, ну да, там закрывался, то есть я не дожидался именно четкой отработки, хотя по факту она должна была быть примерно чуть ниже, то есть у вас есть возможность именно подстраивать под себя данную стратегию, потому что она должна вас вайп в частности VSA тоже научить логике поведения, почему рынок ведет себя именно так и как это использует для себя, для профита. Здесь входить можно было либо на второй вершине, либо уже на пробой. Я всегда предпочитал на пробой, потому что обычно сигналы более чистые, зато стопы более большие, потому что они ставятся за ближайшие вершины. Но все равно здесь можно оценить, что профит-фактор, то есть потенциальная прибыль и потенциальная убытка была примерно тоже 1 к 3. Да, в спекуляциях я тоже этого придерживался. Поэтому на биткоине ничего не остается, как просто ждать. Мы отлично видим, что байков здесь работает, расшифровать с помощью него график можно, увидеть среди крупного игрока можно, в частности вот сегодня вчера, можно использовать для торговли без проблем. Что VSA, что WICOT. В принципе, я, наверное, все. Здесь у Катерины появились вопросы, графики, я вам практически все показал. Да нет, даже все показал. Ну, давайте я вам покажу. Вот так выглядит это не мой график, это одного из товарищей, который таговал по VSA, по-моему, Эдгара. Он сейчас в бизнес ушел, куда девайсы трейдеры. Тоже никогда на форумах в дискуссиях не участвовал, просто тихо, мирно зарабатывал. Да, это, конечно, надо практиковать. Самая лучшая практика на самом деле на истории. Сразу предупреждаю, как себя проверить на истории. Если у вас 100% прибыльно сделать, значит, вы что-то делаете не так. Убыточные сделки будут. По стопам периодически вышибать будет. То есть, нарабатывайте опыт на истории и старайтесь быть максимально честными самими собой. Это самый лучший учебник. Вайков вам даст базу. Можно дать. Вы можете освоить базу самостоятельно, как я. То есть, повторюсь, я пришел к Вайкову, самостоятельно расшифровывая рынок, а не прочтя книжку. Я только потом уже стал читать книжку, найдя подтверждение, найдя уже продолжение своих идей. И вы можете сделать то же самое. То есть, не надо циклиться на книжках, не надо циклиться на курсах, не надо циклиться на чем-нибудь еще. Да, но это пойдет больше времени. Зато так сложно можно. Книжка, да, база хорошая, но, повторюсь, даже на биткоине видно, что не было спринга, то есть, не было вышибания, хотя в шаблах оно есть. То есть, вот то, что вы сейчас видите, это расшифровка графиков, то есть, где человек покупал, где человек видит свои цели, где видит потенциальное движение. То есть, примерно так. Причем это без разницы какой рынок. То есть, этот же трейдер в итоге, это, по-моему, 11-й год. По-моему, с 13-го он работал по частному управляющему в Греции, а потом его пригласил американский фонд. Потом он заработал и ушел в собственный бизнес. То есть, пути трейдеров они бывают разные. Да, необязательно. То есть, повторюсь, спринга может и не быть. Причем, по-моему, на сбербанке его тоже не было. Сейчас попробую найти этот график. Да, на сбербанке его тоже не было. То есть, спринга, повторюсь, это хорошая возможность для закупки крупным игроком, но необязательная. ЛПС, да, возникает. Потому что чем она спровоцирована? Крупный игрок толкает рынок вверх, то, что называется манипулировать. Пробивает стопы медведей. Начинается автоматический рост. Логично. Стопы срабатывают, рынок понесло. Плюс добавляются бычки, которые торгуют от уровня на пробойной стратегии. То есть, они видят, что до уровня пробиты, торгуем в лонг. Это все дает уже дополнительный импульс вверх. после чего рынок как правило все говорят, а может быть это был ложный пробой. Крупный игрок пока ничего не делает. И рынок начинает потихоньку спускаться. Может быть, начинает зафиксировать прибыль, особенно самые спекулянты. Да, они проторговали от уровня, заработали свои полпроцента один процент, если на графике. Ну, просто они на меньше таймфрейм торгуют. На это немчательно смотреть не овки. все, объемы снижаются, рынок спускается. Дальше рынок замирает в непонимании, что происходит дальше. Спасибо, приятно. И у вас есть возможность соответственно вот этот момент использовать для входа. Потом что делает крупный игрок? У него есть два варианта. Если он хочет реаккумулировать, то есть до закупиться, он снизу ставит, как правило, тот же сам айсберг. Сверху ставят пугачи. Наверняка вы встречали в стаканах заявок, которые исчезают, когда к ним подходят. Вот особенно кто внутренней торговлей занимался. Они все делают для того, чтобы просто простимулировать сжимание в канале и совершение там сделок. После чего им стоит просто увеличить объем. Опять вышибаются самые жуткие спекулянты и дополняются входом позиции новые спекулянты, которые направлены в рост и рынок лет дальше вверх. Поэтому SOS то есть это как раз давайте лучше откроем. По-моему у меня здесь расписано, что такое SOS. Ага, не написано. Но смысл в том, что это как раз увеличение объемов, увеличение свечи как раз пробой. Да, запись я наверное постараюсь. Если интеграмме позволят сделать запись, я сохраню. На сутки она будет по крайней мере. Как-то так. Что касается LPS объяснил, SOS объяснил. Отключайте свою логику, я вам специально не расшифровываю, да и времени не хватит расшифровывать вообще все. Можно рассматривать разные графики, разные ситуации на рынке, но все сводится к одному, что на рынке рулит логика. На рынке работает это нет, я не знаю, кто на битке является крупным игроком, и поэтому вам преимущество, то есть вам не нужно загадывать, кто это, что это. Смысл, вам надо понимать, что на рынке присутствуют большие игроки, очень большие игроки, которые обладают счетами в тысячу, в миллион раз больше, чем у вас. И они в отличие от вас могут манипулировать рынком, вы не можете этого делать, но они манипулируют рынком не так просто ради забавы, а чтобы зайти в рынок или выйти из него, не опрокинув рынок. Потому что очень красивый пример, когда в новостях проскакивает, что там бумажка выросла на 50% из-за того, что трейдер ошибся и не то выставил. Вот что будет, если рынок крупный игрок просто вводит по рынку. Так и будет скакать рынок на 20-30%. Это нормально. А здесь он размазывает свои объемы и у вас есть преимущества. Вы можете быстро входить, быстро выходить из позиции. Поэтому вам достаточно одно и то же, которое вы видите, допустим, здесь ЛПС, да, вы пропустили начало движения, потому что здесь был ГЭП, ничего страшного, после чего вы можете спокойно заходить и идти вместе с ними. Вот и все. не надо как бы бояться, у них своя задача, ну как свои задачи, они торгуют, и вы можете торговать, не надо против них торговать, то есть не надо сейчас заходить в шорт, потому что вы не знаете конечной сейчас цели. да, мы видим, что появились продажи, но возможно просто частичные закрытия позиции. Да, у Сбербанка это произошло именно так, что у Сбербанка произошло как раз так, что сразу рынок развернулся вниз. Но не факт, что так появляется битка. В принципе, все. Екатерина, присоединитесь. про Билли Вильямс я не скажу, потому что у Билли Вильямс психология на рынке безусловно важна, но без психологии вы просто вас будет мотать, вы повторюсь, будете получать убытки. Убыточные сделки для трейдера это нормально. Если у вас психология расшатана, но можно там спиться, скуриться, неважно. Вижу, Екатерина. Поэтому психология тоже, конечно, разумеется, важна, но и на чистой психологии вы не выйдете никак. Я заслушалась. Да у нас просто время заканчивается, на самом деле, я так понимаю, минутка и осталась. Давайте мы немного будем разделять, потому что я знаю, что когда хороший трейдер, сразу хочется все вопросы ему задать и узнать просто все. И кажется, что за час он должен вообще рассказать, чем он тут 10 лет в принципе занимается. Давайте все-таки хорошего понемногу выйдет хотя бы какая-то информация. Я советую всем пересмотреть этот эфир. На самом деле я его записала у себя в телефоне, но, Станислав, ты когда будешь его выключать, не забудь нажать поделиться со всеми гостями. Чуть попозже я этот эфир, если ты разрешаешь, выложу у себя на канале в Ютубе. Конечно, легко. Вот, и вы, ребят, все можете еще раз посмотреть. Давайте, если можно так сделать, потому что на самом деле пока ты проводишь прямой эфир, моя личка разрывается просто с вопросами к тебе лично. Если можно, сбросишь мне литературу, которую ты советуешь, а я публикую у себя в канале в Телеграм. И таким образом вы все просто даже в Инстаграм сделаю такой, как в сториз, и сделаю в канале Телеграм. То есть таким образом мне кажется будет очень прям так качественно, не нужно будет всем отправлять, все будут знать, где это взять. По поводу крупных игроков я бы добавила тоже, что так психология трейдера устроена, что ему кажется, что вот все интересуются вопросом, кто такой крупный игрок, и ты интересуешься этим вопросом, кто такой крупный игрок. И на каждой бирже всем кажется, что однажды мы все-таки его узнаем. Кто-нибудь выйдет такой на, не знаю, на MBA, ну знаете, и такой типа надо сделать заявление. Я крупный игрок на рынке. Да какая на самом деле разница? Их много. Я думаю, что это абстрактное понятие. Это и хеджевые фонды, и вы знаете, про фонд Медалин есть такой фонд, про который недавно я снимала. То есть огромные хедж-фонды, которые могут двигать этот рынок. Однажды мне написал парень, когда я показывала свою позицию, там была точка входа примерно на 20 тысяч долларов. и мне написали, что если реально такая точка входа, то я бы стала маркетмейкером. Это все неправда. У них денег намного больше, чем у нас с вами. Так что, Станислав, спасибо за эфир большое тебе. Я думаю, что всем, ребятам, это все неправда.